Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. В ближайшем будущем я выпущу серию занятий Custom Brush Design, которая будет доступна в магазине на сайте. Но перед этим я хочу показать вам несколько необычных способов использования пользовательских кистей. В сегодняшнем нашем занятии мы добавим этому скучному тротуару динамичных теней. Вот тротуар без теней, смотрите. И вот тот же тротуар, но только рисунок выглядит так, будто свет падает на тротуар сквозь древесные листья. И так рисунок выглядит и интереснее, и динамичнее. Подобный эффект требует владения определенной техникой, и было бы довольно трудно нарисовать все эти листья с такого ракурса. Если вы смотрели предыдущие мои видео, вы знаете, что я люблю работать с временными слоями. Я пользуюсь непрозрачной кистью на одном слое, и затем выбираю ластик и удаляю то, что мне не нужно. И так я могу создать плавный тон. Но зачастую, когда я пользуюсь пользовательской кистью, то рисую в совершенно другой манере. И для работы с этими листьями я тоже буду применять пользовательскую кисть, чтобы создать интересную форму и интересный силуэт. И для начала я создам отдельный документ. Потому что моя цель создать массу листьев, как будто мы смотрим на них сверху вниз. Это и есть форма тени, но только пока что она вне контекста. И эта пользовательская кисть отлично подходит для того, чтобы создать неровные края. Эта кисть довольно неудобна для обработки, но вот для создания самой формы она очень полезна. Для этого и нужна эта кисть. И ее можно использовать и как ластик, чтобы создать в листьях просвет. И так, мало-помалу я придаю этой массе более реалистичную форму. Вот наш скучный татуар. Теперь я добавлю ему созданную нами тень. Как видите, эта тень нарушает перспективу. Но это совсем не беда. Создаю копию и затем придаю тени правильную перспективу. Как видите, рисовать эти листья в нужной перспективе с самого начала было бы очень сложно. Смотрите. Нам нужно было бы учитывать множество различных углов, и в итоге форма тени была бы ну не такой хаотичной и естественной. Так как мне пришлось бы слишком сосредотачиваться на форме во время работы. Черный цвет смотрится не особо к месту, но пока что я просто пытаюсь расположить тени правильно. Эту тень я буду использовать, чтобы создать что-то типа трафарета или маски. Итак, я объединяю все слои вместе. Использую Ctrl-клик, чтобы захватить выбранные объекты. И затем меняю настройки слоя. Я устанавливаю слой с тенями как маску. И теперь каждому новому слою будет назначаться эта маска. Поэтому я могу использовать любые кисти, какие захочу. В том числе и кисти, которые более удобны для обработки. Назначаю слой и параметр. Умножение, Multiply. Выбираю цвет для тени и теперь я просто рисую обычной кистью. Но благодаря форме маски я рисую лишь в тех местах, где у меня находится слой с тенями. Ну вот так и создается эффект, что солнце просвечивает сквозь листья дерева. Но важнее всего то, как я использую пользовательскую кисть. Мне нужно было создать интересную форму силуэта. Мне нужно было создать лишь эту маску слоя. И проще всего это было сделать на отдельном полотне в обычном ракурсе. Именно на этом моменте форма кисти была для меня важна. Если бы я попытался нарисовать это изображение при помощи этой кисти, то у меня бы ничего не вышло, так как перспектива была бы совсем другой. Поэтому иногда нужно использовать абстрактное мышление, чтобы понять, какую пользовательскую кисть создать и как ее лучше всего использовать. В этом видео объясняется, как использовать пользовательскую кисть для создания формы. В следующем видео мы с вами поговорим об использовании пользовательских кистей для создания текстур, а также о том, как использовать их для наложения нужных эффектов. Спасибо за внимание.